Привет, фанаты бильярда! С вами на связи ваш персональный онлайн-тренер Игорь Литовченко. Чтобы вам было чем полезным заниматься после праздников, мы подготовили для вас новогодний марафон. Это секретные упражнения чемпионов в исполнении вице-чемпионки мира Влады Кудицкой. Упражнения, которые развивают концентрацию внимания, мышечную память, серийность и выходы. Среди всех участников марафона будет разыграно 28 новогодних подарков. Это видеокурсы, уроки, месячные абонементы в нашей онлайн-школе. А также будет выставлено два спецприза, о которых подробнее расскажем в следующих видео. Цена марафона 10 долларов, оплата по ссылке под видео. Это, пожалуй, основной удар в американку, в свободную пирамиду. В данном случае задача стоит у Влады следующая. И после удара нужно подкатить как можно ближе к лузе и ударить так, чтобы шар дошел к центральной лузе и нельзя было поставить рядом шар. Попробуешь? Ты сама ставишь, как тебе удобно. Вот, недостаточно подкатило. Надо брать больше верхнего. А, такой удар не прокатит. Он прокатит в игре, но в данном упражнении важно бить на сильном ударе, чтобы ты ощущала, что происходит после удара. У нас рабочая обстановка, ребята. Цель нашей сейчас встречи – показать вам, как нужно тренировать это упражнение. У вас оно тоже получаться будет не идеально. Я скажу такую еще вещь, что когда я обучался у Сергея Баурова, это его упражнение, Диана Миронова в лучшей своей форме через раз делала это упражнение на угловой лузе. Она вкатывала через раз вот такой шар. Если вам интересно развить свои навыки подката шара, ставьте вот такой шар, самый простейший, раз и два. И старайтесь сделать максимально качественный выход. Мы выполнили это упражнение за два удара. Да, отлично, давай. Здесь очень важно проконтролировать биток, подвести его как можно ближе к лузе, а я его буду уже добивать и делать уже такую другую работу, уже более тонкую. Влад, от тебя зависит, как ты качественно сделаешь. У меня командная работа все-таки у нас, да? Не довела немножко, конечно. Знаете, про такой удар мало кто знал из любителей. Я столько получил отзывов, оказывается, по поводу именно этого удара. Оказывается, многие люди не знают, что надо взять на полмиллиметра выше, чем центр и ударить очень плотным, качественным ударом. Представляете, некоторые не знают такого удара, а это ведь основа. Тренируйте такой удар. Ставьте шар прямой, возьмите миллиметр вверх на какой-то один-полтора и сделайте качественный удар. Сейчас я очень много взял вверх, и у меня получился достаточно сильный накат. Это считается не результативный удар. Ну, давай еще. Теперь я начну, а ты продолжишь. Офигенно тренирует концентрацию. Вообще, так собираешься на эту подставу, как на какой-то... Да, вот только хотел сказать про это. Снова мы выдерживаем дистанцию между шарами. Ставим, да, где изначально был биток, там ставим. Приблизительно. И биток нам нужно максимально поставить. Да, и при этом не коснуться... Тоже такая же ошибка. Ну, так как потеря серийности вашей. То есть, представьте, вы бы поставили ее как можно ближе и продолжили бы серию свою, да? Ребята, вы также можете сами тренировать в паре. Кто играет в паре, тренируйте такие вещи. Обратите внимание, у Влады какой мозг четкий вообще. Мне очень нравится. О, молодчинка! Если вы хотите просто развития, тогда вы можете себе поставить задачу хотя бы вкатывать так, чтобы вы не могли поставить шар, как я показывал это в начале, когда он стоит настолько близко к Лузе, что нельзя перед ним поставить шар. Но при этом, чтобы он и на борту не стоял, чтобы можно было его сыграть. Год назад снимал видеокурс секретных упражнений чемпионов и показывал практически все с первого раза и все получалось вообще. Так четко, да. У меня этот стол был новый, вообще покрытие новое. Ребята, кто-то думал о том, что такой шар можно делать еще лучше, еще ближе. Молодчинка, облегчила удар. Ты когда-нибудь концентрировались на такой подставе, кроме, как мне на чемпионате мира или где-то турнире серьезном? Скажи. Очень трудно заставить себя концентрировать. А вот на таком упражнении тебе же проще уже, да? На таком проще? Да, когда еще нам надо показать лучший бильярд? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...